Ну, в общем-то, всем привет! Меня зовут Степан Кузьмин, я из компании Урбика. И сегодня я расскажу вам, как считать изохроны по данным OpenStreetMap. В общем-то, мы недавно запилили такую штуку, считать данные на основе OpenStreetMap, считать изохроны. Изохроны, если кто не знает, не помнит, это линии на карте, которые объединяют единовременные события, Вот первый пример карты изохрон исторический. Это 1881 год, карта нарисована Фрэнсисом Гарденом, и она показывает, как далеко можно было добраться в то время из Лондона до разных частей света. То есть зеленым у нас отмечена область, до которой можно добраться за 10-20 дней, желтые 20-30 дней и так далее. В принципе, это очень классная идея для анализа данных, для понимания данных, и мы решили, что это очень круто, и запилили вот такой вот сервис, который называется Гальтон. В честь, собственно говоря, Фрэнсиса Гальтона. Нам уже потом сказали, что он был основателем Евгеники, и уже стало поздно менять название, поэтому мы это название ставили. Вот, собственно говоря, ссылочка на прототип, если там у кого есть интернет, вы можете сейчас зайти посмотреть. Мы собрали там несколько городов, где можно уже вживую потыкать, посмотреть, как это выглядит. Ну, выглядит это примерно вот так вот. Так вот можно кликать по карте и считать изохроны на лету. В общем-то, Гальтон — это легковесный сервис, написанный на Node.js, который считает изохроны. Причем считает он изохроны на основе данных OpenStreetMap, которые обрабатываются с помощью OSRM. OSRM — это OpenSource Routing Machine, тулкит, разработанный на C++, который превращает данные из OpenStreetMap в граф, по которому он уже строит роуты, маршруты. Первую версию Гальтона мы выпустили 17 апреля еще, но как-то мы про нее молчали и никому ничего не рассказывали. И буквально 20 сентября у нас вышла версия 1.3.4, про которую мы уже написали на Medium. Гальтон — это нодовая программа, в основе нее лежат биндинги к OSRM, написанные на ноде. Для исполнения ей требуется Node.js четвертой версии, и для конфиляции требуется C++ 14-й версии библиотеки. Процессинг очень простой, то есть мы берем выгрузку в OSMPB в формате, можно взять любую, там, с Gislaba, с Mapzen, откуда вам удобно. С помощью OSRM вы конвертируете эту выгрузку в точку OSRM файлик, потом в этот файлик OSRM скармливаете Гальтону, и, собственно говоря, ну все. То есть уже можно пользоваться этим сервисом. Обращение к сервису по такому рул примерно, то есть как вы запустите там на каком-нибудь порту, просто нужно передать ему две координаты, и он обращается к роутингу, и считается амиза хром. То есть этот запрос вернет вам обычный GeoGISO. Помимо шорты-долготы можно передавать еще вот такую кучу параметров для настройки. Это буферная зона из охрона, это ширина ячейки, то есть как близко друг к другу будут расставлены точки. Это конкавность для построения конкейв-хул, это интервалы по времени, которые вам нужны, и еще разные настройки для сглаживания линий. Чтобы все это не запоминать, в репозитории Гальтона есть пример, где можно всеми этими параметрами поиграться и посмотреть, как будет примерно выглядеть ответ сервера. Собственный алгоритм построения из охрона тоже довольно простой. Сначала мы берем по точке, которая к нам пришла с запроса, мы строим буферную зону, потом мы ее разбиваем на грид из точек. Затем самое сложное, это как раз расчет таблицы расстояний, которую считает OSRM. Потом мы объединяем все точки, которые нам вернул OSRM по интервалам временным, объединяем их с помощью конкейв-хул и возвращаем GeoJSON. В принципе это все, то есть довольно простой алгоритм, довольно просто все работает. Уже сейчас можно с этим поиграться, если у кого-то там есть докер и не хочется заморачиваться с компиляцией, там сборкой OSRM. Можно просто выполнить примерно такую команду, которая вам выгрузит последний имидж докеровский нашего Гальтона. Можно передать URL до выгрузки OSMPBF и профиль. И у вас будет готов уже сервис. Профили по умолчанию используются в OSRM. Это пеший, автомобильный и велосипедный профили. Можно их уже сразу использовать. Примеры использования нашего Гальтона это мы считали пешую доступность от метро для Москвы, Лондона, Нью-Йорка и Парижа. То есть примерно так это выглядит. Затем можно всякие абсолютно разные делать прикольные штуки с этим. Например, Андрей взял свободную информацию о жалобах на шум, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке. И можно посчитать сколько жалоб на шум в определенной пешей доступности. Там 25, там либо 370 точек. Ну и соответственно делать какие-то выводы на основе этих данных. В принципе это все, что я хотел сказать. Буду рад вопросам. Вот URL на наш гитхаб, наша почта. Все, спрашивайте, что интересно. Сколько-то раз после публикации статей на Facebook, Medium и так далее, у вас там урушился семер? И какое количество людей у вас урушилось? Ну он не урушился от количества людей. Он рушился от того, что я там что-то докручивал, что-то там добавлял в какие-то еще города. Вот тогда были даунтаймы небольшие. А так как бы от наплыва людей он у нас не упал. То есть он довольно легковесный. Да, у нас место кончалось просто на сервере, поэтому некуда было писать логи и он иногда падал. А так это довольно простое приложение, так что она особо и падать-то и не будет. Для доступности по машинам, когда он уже уходит за пределами России, какие-то новые страны, здесь это вот каким выразумом, что данные, которые очень грязные, которые будут в ОСМ, скорость движения, эти вещи, как эта система сейчас рассчитается и как-то корректирует до тех данных атрибут по дороге, которые... Ну я понимаю, на самом деле Гальтон не занимается именно обработкой данных, то есть ему поставляют все готовые данные от ОСРМ. А вот как раз в ОСРМ есть профиль для машин, то есть для того, чтобы он строил роутинг для машин. И как раз там скрипт на ло написан, где можно поправить, посмотреть, какие теги используются из ОСМа, как он по ним строит граф. Да, вручную можно все настроить, сконфигурировать и построить данные из ОСМа снова и засунуть их в Гальтон, и опять же у вас будут из ОХРОНы с вашим профилем. И как-то вы нарабатывали на ОСРМ или пользуетесь тем, что есть из коробки? Тем, что есть из коробки. То есть мы следим за его развитием, и скоро, ну как сказать, скоро, где-то так же в апреле появился лишь на гитхабе его ОСРМа, где они как раз захотели такую функциональность, и они разрабатывают плагин для расчета из ОХРОН, но он еще не готов, как бы и не был готов на тот момент, когда нам уже нужна была эта функциональность, поэтому мы запилили свой. Я жду, смотрю там, что происходит с этим issue, но пока еще как бы нет готового решения. Возможно, мы перепишем полностью на встроенном плагине в СРМ. Да, могу рассказать, у нас стояла задача построить маршрутизацию и расчеты ЗАХРОНов по общественному транспорту, то есть пешком, на общественном транспорте и на метро. Мы собрали кучу данных, из Мосгортранса обработали их, упаковали все это в GTFS, скормили OpenTrip Planner, и в принципе оно даже работало, правда не всегда понятно, как оно работало, очень неплохая документация, не самый явный исходный код, в общем, с ним пришлось попотеть, но оно работает, как бы, и результаты вот у нас как раз на страничке MoS.ru. То есть, вот, я понял, для из коробки и вот из охраны, которые рисуют РАСП в Италии? Да, да. А Степа нашел в коде, что есть где OJSON выбить? Да, 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 точно. Да, то есть, там документация все не очень? С документацией все не очень. А данных нет в открытом виде GTFS в Москве? Нет, нету. А вы мне предлагали это открыть? Конечно, предложили. Ну, как-то не согласились. Было бы классно, конечно, это полезные данные. Ну, глядишь и откроются когда-нибудь. Будем вериться, поверить. Если вы делали из охраны, и в SRM, и OpenTriplayer, вы сам не делали результаты? Нет, не сразу. Но точно могу сказать, что в SRM они быстрее отдаются. Ну, и гильтоном, соответственно, тоже. Да? Степа, вопрос в технической части. Смотри, когда мы в самом начале этот OJC задаем, то есть, это какой-то рандомный OJC? То есть, как мы количество поменять, сколько, 50, 100, чтобы потом таблицу маршрута создать? Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Так, ну, буфер... Можно регулировать, насколько, скажем так, изрезанные в итоге были его? Да, да-да-да, по сути, это буфер-сайз и целый вид. То есть, буфер-сайз – это размер всего буфера, где мы будем считать нашу изохрон. То есть, как бы, максимальные границы. А целый вид – это размер ячейки, на которую мы разбиваем, собственно говоря, этот буфер. Мы на кучу ячейк разбиваем, берем точки, которые у нас получились, да, там, центроиды или... То есть, в каждой ячейке должно быть фиксированное количество точек укладывать? Нет, нет, да, это просто сетка из точек, получается. И каждая точка отстоит от другой, вот, на второй параметр. Ну, и внизу есть параметр units, где можно там либо в километрах, либо в милях. Все понятно. А минимальный размер – это гель? Что еще раз? Минимальный размер – это грыда. Ну, ограничений нет на минимальный размер, ну... Если задать сетку метр, то оно ничего не вернет, да.